друзья всем доброе утро с вами как всегда я у нас начинается новый день погодка сегодня ветреная в общем сегодня знаете что мы решили отвели детей в садик в школу и мы поняли что диана еще никогда не забиралась на вот эту скалу мы с дашей сюда когда-то забирались но у нас есть немножко времени получается сколько у нас примерно три с половиной часа чтобы подняться наверх и спуститься вниз поэтому сейчас я встречусь дианы мы решим возможно она сама пойдет я ее посижу подожду под горой либо вместе пойдем погода очень быстро меняется сейчас было очень очень тепло но говорят уже должно прийти какое-то похолодание но но так знаете уже принципе было здесь прохладно получается немножко похолодало а потом опять пошла жара вот так вот поэтому тут холод ну то есть как прохладно то есть обычно я выхожу без футболки пить кофе на балкон а тут уже нужно одевать футболочку вот так вот поэтому ну вот такое вот похолодание конечно ветер здесь такой не слабенький поэтому думаю звук будет ужасный будет задувать микрофон ну ничего не поделаешь так я еще диану не могу найти смотрите уже немножко поднялся здесь сразу открывается вот такая красота это еще даже не наверху это у подножья горы но море сегодня вообще не манит купаться ну вот так вот чисто посидеть где-то посмотреть на него но не купаться вот она диана у меня есть приложение ты наверно сама поднимайся а я тебя здесь подожду до погоды сегодня конечно ветреная вот захожу как бы такие безветренные места ведь так немножко думаю сейчас поднимусь наверх там будут задувать очень сильно поэтому я даже не знаю мне наверно смысла нет подниматься потому что даже видео нормально потому что как известно вот в комментариях иногда пишут что без камеры ничего не делаю если не показал значит не было вот завтрак сегодня не показал значит не завтракал нет меня если не показывал что диана что-то готовит значит не готовит бездельница в общем я принял решение я тебя подожду здесь а ты поднимайся здесь как раз есть лавочка у меня есть банан который нужно съесть все и ну я не пойду ему не на ну дай хоть банан съесть ну как дину подожди ну пожалуйста ну дай хоть на виды посмотреть остановись диму хватит ты знаешь как хоть гора называется куда мы идем да виды классные как ифач гора ифач или ифач я не на удаление знаю как ну запомнить просто лихач ифач подходим к пещере чайки отдыхают сидят давай отдохнем немножко нет времени нам уже скоро назад да я смотрю без детей вообще на тебе проще подниматься так есть прошлый раз мы тогда до сюда дошли где она пошла сани вниз а я с дашей пошел наверх но мы поднимались не так быстро как сейчас конечно виды просто тут крутейшие тогда нужно быть аккуратным еще чуть-чуть вон уже вершина еще чуть-чуть потерпи и мы уже пойдем все уже еще чуть-чуть смотри какие виды классные ура мы поднялись на вершину спасибо круто что тебя сюда вытащил так бы сидела бы дома а так смотри какие классные виды спасибо чтобы я без тебя делал на самом деле просто знаете иногда в комментариях пишут что мы не ходим за ручку вот в принципе я вот подумал вот ну если ходим вот мы как бы шли шли за руку то есть все нормально у нас все хорошо вот поэтому думаю таких комментариев больше не будет виды здесь просто крутейшие здесь еще живут чайки у них тут гнезда они уже даже не боятся людей ты проходишь чайка сидит на тебя смотрит они просто ждут пока их покормят потому что люди сюда поднимаются и что-то дают вкусное чайкам а так на самом деле вот надо идти по тропинке потому что чуть свернешь а там уже будут и гнезда очень много птенцов здесь виды плод просто класснейший там вот соленое озеро где живут фламинго раньше это было знаете не было здесь озеро здесь был такой пролив со временем уже как я вот знаешь сверху смотрю говорят это природа сделала озеро да а мне что-то сверху кажется что это не природа просто люди ну застроили первую береговую линию и все может потом его как-то расчищали ну изначально там был проход 0 ну да а так вот просто сделали тут дома тут дома как бы раньше это был там проход вот так она мелче стану и появилась перед береговая честно говоря горжусь даже уже вдвойне прошлый раз когда она сюда поднялась то я думала что она молодец а сейчас я этот путь прошла так мягко говоря этот путь непростой я думаю что не все бы захотели подниматься здесь она молодец я даже не знаю как вы тут шли я бы если с вами пошла то вернула бы ее назад мы с ней не дошли мне было бы страшно сегодня погода прям вообще суперская для подъема потому что солнце закрыто облаками вот вот его твой банан спасибо спасибо чайка начала ближе к тебе подходить у меня печеньки есть сейчас все сюда придут вон сзади еще одна ко мне тут на самом деле да хватит им они сейчас драться будут птичка смотрите украла пакет она отдай все отдаваем его нельзя воровать что ну что мы будем спускаться вниз потому что уже скоро нужно забирать аню садика поэтому у нас на спуск есть один час скажу так что самое сложное это спускаться иногда кажется наверх идешь 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 вот сейчас спущусь и ну кажется спущусь вообще быстренько нет вот спускаешься и на самом деле я сейчас вниз иду и очень скользкие камни стали хотя он поднимался вроде бы с камня на камень прыгал было отлично а вот конечно вниз такая штука обманчивая получается вот я помню тоже когда маленький лазил по деревьям на дерево залазишь без проблем а вот спуститься с дерева это уже проблема мы уже практически спустились вниз знаете что больше всего удивляет что здесь воздух вот не только в ну потому что здесь хвоя растет короче здесь воздух пахнет хвоей я вот утром на 1 хожу на балкон я каждое утро чувствую вот этот запах хвои я думал знаете когда приехал сюда думал привыкну к этому запаху и потом уже будет ну как бы обычный воздух ничего особенного но постоянно как поход подходишь к морю постоянно чувствуешь как пахнет морем а хвои это просто вообще прям насыщенный воздух хвои видите здесь все вот это все хвойные хвоя оливки пальмы вот основные такие три дерева что я так сказал внутри детей ну хвойные оливковые оливковая группа и пальмовая группа на спуске здесь есть такой родничок можно умыться можно попить водички ой какая классная вода так здесь группа школьников пришла на экскурсию супер youtube спустился вниз я думал на горе будет сильный ветер на самом деле на горе не такой уж и сильный ветер весь ветер внизу в общем как-то странно мне казалось чем выше тем ветер сильнее видите все наоборот после такого насыщенного дня мы с дианой решили сходить в ресторан вот он отвел просто мне говорят что эти в рестораны не вожу номерок 26 перенесли наш заказ приятного аппетита мы на самом деле очень редко ходим такие заведения это так знаете когда нам но мы где-то гуляем и уже как бы что домой не заходить поэтому зашли так быстренько перекусили сейчас нужно идти забирать они усадь и даже смотрите сейчас уникальный момент первый раз жизни я пользуюсь педалька оказывается здесь есть педалька представляете я всю жизнь рукой открывал штуку оказывается нажал на педальку и выбросил это недавно видео посмотрел человек рассказал это тик-ток ну да все мы будем отправляться в детский сад мороженое уже решили съедим по дороге давай ну удобно получается установил приложение вот этих фастфудов опять евро можно очень хорошо поесть быстренько и все это мало времени так что идем в детский садик ну что у нас уже наступил добрый вечер мы сходили в стадик сходили в школу даже сходила на бассейн в бассейн сходила покупалась и вот мы наконец-то вернулись домой уже на улице стемнело поднялся ветер на море шторм короче погода начала резко портится вот такие вот дела час даже пришла и сразу же села рисовать я не знаю сколько они энергии я вы просто бы на и вместе лег на диван и лежал бы она пришла с бассейна и сразу рисовать на они тоже рисуют что-то и наклейки наклеивает какие-то да расскажи что ты делаешь не хочешь со мной разговаривать они как всегда не хочет со мной разговаривать даша ты хочешь со мной разговаривать отлично я теперь знаю твой слабое место еще можно с тобой разговаривать давай поговорим про торт головой спасибо все не буду вас отвлекать занимайтесь делами ну что у нас день заканчивается дети уложили спать вот ну у нас знаете как первая половина дня так более-менее свободно вторая половина дня конечно занято потому что надо одну забрать вторую забрать потом у нас турные по кружкам вот так вот и сегодня такой день мы короче вот уже солнце начало раньше садиться приехал домой быстренько поужинали там дети чуть поигрались и все легли спать я еще почитал сказку поговорил перед сном у даши перед сном открывается второе дыхание она хочет долго-долго разговаривать днем ее не заставишь разговаривать спрашиваешь там как там чем школе занимали что делали днем она не хочет говорить а вот когда ложится спать она понимаю что нужно как-то потянуть время наверное она начинает все рассказывать и мне самому становится интересно иногда диана приходит крит все меня это уводит адаш игре спать потому что уже поздно и надо как бы рано утром просыпаться в школу надо чтобы как бы ребенок был выспанный потому что сон это очень важно вот такие дела так что так у нас прошел день диана конечно немножко в шоке от того маршрута который прошла даша она думала там как-то немножко попроще все будет на самом деле там он такой сложноватый но я снимал видео это было я не знаю там сколько много месяцев назад как мы с дашей забирались на эту гору она прошла все отлично при этом мы с собой взяли маленькую бутылку воды и пока поднимались наверх все выпили так вот поэтому у нас даже вода закончилась вот такие дела поэтому даша молодец но что буду заканчивать видео в следующих видео расскажу про частную медицину в испании я только знаете прикасаюсь к этой теме вот потому что решаю проблему с ухом проблему с многострадальным ухом ну почему я так тяну знаете почему потому что она вообще не болит она плохо слышит но не болит и поэтому думаешь а сегодня там займусь детьми за сегодня то сегодня это и как-то она тянется 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 если бы она сильно заболела прям вообще но было были моменты когда она болела но и прошло и все я короче что-то вот реально затянул очень сильно и сейчас вот я в следующем видео расскажу сколько стоит прием лора в частной клинике ладно 120 евро я честно сказать офигел я еще похожу по частным клиникам и спрошу в жду других там цены пониже будут так вот это просто чтобы он посмотрел мне главное чтобы сделали снимок потому что никак не могу снимок сделать такие дела там он дал направление так что на этой прекрасной ноте заканчиваю видео желаю всем счастья крепкого здоровья мира и всего самого лучшего подписывайтесь на канал если подписаны всем пока что не забывайте подписаны всем пока